Под заголовок. Имперское судоустройство. Для победы в культурной войне жизненно необходимо изменить статус Верховного Суда, этого тарана революции. Суд должен вернуться в конституционное поле, предоставив самому народу решать, в каком обществе он хочет жить и воспитывать своих детей. Если Америка по-прежнему свободная страна, это их священное право. У меня нет латмусовой бумажки для судей, говорит президент Буш, но у консерваторов есть латмусовая бумажка. Не нужно обращаться к либеральным судебным активистам. Таких кандидатов на судейские должности, как ставленник мистера Буша-старшего Дэвид Саутер или ставленник президента Форда Джон Пол Стивенс, не следует подпускать к Верховному Суду и на пушечный выстрел. Постепенно должна быть отменена 14-я поправка, распространяющая на Штаты все те ограничения, какие Конституция накладывает на Конгресс. От дела Миранды до дела Роу против Уэйда Верховный Суд диктовал свои решения нации, основываясь именно на этой поправке. В ноябре 1996 года Ричард Джон Нойхаус, редактор журнала «Ферд Стингс», организовал конференцию «Конец демократии. Судебная узурпация власти». Главный тезис конференции, созванной после очередных скандальных лишений Верховного Суда, был сформулирован так. «Правительство Соединенных Штатов Америки уже не управляет страной с согласием управляемых. Подлежит изучению вопрос, достигли мы или нет того поворотного момента в развитии демократии, когда сознательные граждане уже не желают выражать свою поддержку правящему режиму». Участники конференции, сообщал отец Нойхаус, обсудят возможные последствия законов, которые попросту не могут соблюдаться сознательными гражданами. Эти последствия варьируются от словесного выражения несогласия до акции гражданского неповиновения, вплоть до справедливой и этически оправданной революции. Среди участников конференции был Роберт Борг, который писал «Когда пришло известие из Виргинского военного института, моя жена заметила, что судьи ведут себя, как горско бандитов. Бандит – человек, который преследует других людей, не обращая внимания на законы. Именно так ведет себя большинство членов Верховного Суда». «Бывший член апелляционного суда США предположил, что приближается пора, когда официальные лица страны наконец-то вмешаются в происходящее и приструнят Верховный суд». Цитата. «Быть может, официально избранный представитель власти однажды откажется принять к исполнению решение Верховного суда. Это предположение выглядит фантастичным, но на самом деле оно таким не является. Мне могут возразить, что неисполнение решения суда в данном случае равнозначно гражданскому неповиновению. Отвечаю, Верховный суд, принимающий решения, которые не подкреплены авторитетом закона, точно так же демонстрирует гражданское неповиновение». Конец цитаты. «Нескольких новых консерваторов в кавычках шокировала фраза относительно того, что правительство Соединенных Штатов есть, кавычки, режим, утративший легитимность, кавычки. Эти люди впоследствии отзывались о конференции как о, кавычки, сборище воинствующих антиамериканистов, кавычки. Часть из них даже вышла из редакционного совета «Ферст Тинкс». Тем не менее, конференция прошла успешно и сумела привлечь общественное внимание. Учитывая, что судебная власть в нашей стране приобрела диктаторские замашки, что нам остается делать, кроме как сожалеть о ней? Во-первых, поддерживать правительственных чиновников, которые готовы проигнорировать решения суда и прекрасно понимают, чем это может для них обернуться. Судья из штата Алабама Рой Мур говорит, что Соединенным Штатам пришлось бы посылать войска, чтобы снять табличку с текстом десяти заповедей со стены его кабинета. Кто бы ни приказал ему это сделать, он бы не подчинился. Во-вторых, нужно требовать от членов Конгресса, чтобы они воспользовались своими возможностями для ограничения юрисдикции Верховного Суда и принятия законов, которые позволили бы американцам отзывать федеральных судей простым большинством голосов, как в Калифорнии. Вдобавок, закон должен устанавливать для федеральных судей предельный срок пребывания на посту. Было бы желание, а конституционных путей, которыми народ смог бы восстановить право на самоуправление, имеется в достатке. Продолжение следует...